здрасте работайте работаем хотя лучше сейчас был на рыбалке понимаю а машинку можете глянуть а то после града столько вмятина осталось а я ее продавать собрался а что ж вы не знаете что когда град нужно ковер вешать я накрыл накрыл ее ковром когда тучи только собирались а когда дождь пошел ковер сперли где живете троечина понятно вот как бы ну понятно ну сделаем сделаем через дня 23 бритья забирать а можно как-то быстрее же говорю продавать собираюсь а уже завтра придет клиент смотреть машину завтра завтра можно завтра только это будет дороже стоить и оплата только в долларах ну ладно ладно а как как вы вытягивать будь это я вам рассказать не могу это секретная технология только у нас на 100 вот так делают ну да завтра сделаем спасибо вам огромное позвоните мне да да как только сделаю все сразу на веру до свидания дошли 40 мятин как и не было все честно высосано ну ты даешь филиппова 40 вмятин за полчаса по молодости это было 50 это да слушай а может я тебе как запущу заплачу я палик ты прекрасно знаешь у моя танца это стопа сейчас так что давай за полчаса справилась не но если хочет я могу на чай давай а это машинку к венерологу свозите все серьезно шучу я дурак или не шучу и никого это брось так аля ну что можете забирать вашу машину машина высосано и высушена смысле это отряховано и вымыта давайте филиппа заразила заразила или не заразила еще надо помыться эй слышь новенькая я что тут одна буду корячиться что ли ну хоть корячься а если тут машину выбираю это когда это ты себе на машинку заработала у вас заработаешь я сюда устроилась не просто так а как через постель что это ты зря у леонидыча очень ревнивая жена я проверяла господи да нет конечно я хочу здесь познакомиться с мужчинами на дорогих тачках понимать а ты думаешь они тебе будут платить чаевые так вот я тебе скажу олигархи еще те жмоты значит так девочка моя слушай мне внимательно значит приезжает красивый водитель он мне нравится я строим у глазки и он мой а если он мой значит его машинка тоже моя то есть ты себе жениха приехала сюда выбирать конечно же мужа жениха ты не возьмешь половина его имущества вот ты бы на какой машине хотела бы себе мужа ну не знаю мне японцы нравятся японцы слишком хорошие машины и за ней не нужно ухаживать ну и что ну как ну и что ты хочешь себе мужа чтобы он за тобой не ухаживал ладно мэрсы но мэрсы это же такие быстрые машины там всякие гонщики на них ездят тебе нужен муж скорострел а бэхи а вот бэхи они и и заботливые и щедрые а вот на ловца и зверь бежит здравствуйте девочки мне плановый осмотр сделать хочешь я тебе лично устрою плановый осмотр ммм я не против малыш согласен давай поедем в кафе а потом к тебе давай поедем давай одну секундочку не советую с такими знакомиться это самый страшный тип мужчин смысле уже не на ланте она бэхи извините пожалуйста но если вы такой щедрый я вам сразу озвучу сумму вашего то это будет 10 тысяч евро вы чё совсем охренели девки здесь всего баксов на 300 вот я же говорила это самый страшный тип мужчин водитель этого авто но не хозяин а правда водитель я я поеду на другое стру ну тогда оставьте хотя бы номер телефона владелец этой машины хрен тебе они телефон ты мне не дала я я говорила урод это самый страшный тип мужчин ну а ты дорогая моя танцуй смысле танцевать вот визиточка хозяина машины а 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 Следующая, бэха, моя. Спасибо. Пошли корячиться, шо спасибо. Че лампу не выключил? Инструменты че разбросаны? Черт возьми, шо? Я, Палик, шо вы туда-сюда, как поршень ходите? Да потому шо клиентов нету. Ну так это же хорошо. Меньше клиентов, больше свободного времени. Дурак ты, Рома. Меньше клиентов, меньше работы. Меньше работы, меньше денег. Меньше денег, меньше еды. Я скоро вот в тебя вот превращусь. А оно мне вот вообще не надо. Черт его подери, а. Так, отставить панику. У меня появилась идея, как сделать так, чтобы у нас, значит, появились клиенты. Да? Да. И я не буду снова ломать машины. У меня не зажило после прошлого раза еще. Спокойно. В этот раз это как бы будет все легально. Вроде бы. Вот. В общем, БФО госгруппа, отвечайте на вопрос. Скажите, кто наш главный клиент? Ну? Лохи. Лохи на машинах? Нет, я имел в виду, наш главный клиент – женщины. А все женщины сейчас где? Ну? Ну, мама дома, тетя Тамара с ростиком за кефиром пошли. Все женщины сейчас в Инстаграме. И поэтому мы применим, как-то я записал даже, о, таргетированную рекламу, так сказать. О, вот так. Вы на меня можете не смотреть, я после слова «Инстаграм» отключился вот дальше. Значит так, я зарегистрировал страничку нашего СТО в Инстаграме. Мы туда, значит, выложим сексуальный контент, чтобы привлечь женщин. И все. Клиенты нам обеспечены. Вот такая идея. А что мы выложим? К тебе, скорее всего. Давай. Значит, становись, буду тебя фотографировать. А что меня-то сразу? Ну, а кого? Кто у нас самый сексуальный, так сказать? Правильно? Кто у нас? Ну, тот. Ну, я же картавый. Дуус. Да. На фотографии это не сильно видно. Видно, но не сильно. Так, давай. Бери ключ. Бери ключ, становись. Вот. Вот туда. Не, не фоткайся, а я поработаю. Ключ так, сексуально встань. Не, не, это не сексуально. Это такое ощущение, что... О, вот, о, пошло, пошло. Чувствую же, клиенты, так сказать, идут к нам. О, так все. Достаточно. Дальше не надо, потому что уже, как из немецкого фильма. Ну, и тебя сфоткаю. Э, а меня чего? Ну, потому что, так сказать, кто-то любит сексуальность естественную, ну, а есть, кто любит сексуальность, так сказать, на любителя. Возвращенцы, короче. Ну, все. Ждите, так сказать, клиенты сейчас рекой потекут. Ага. Ага. Вот видишь, Диапалик, а ты переживал. Сейчас потекут. Думаешь, потекут? Потекут, я там такое фото сделал, вообще потекут. Как увидит, так тоже царь потекут. Очень сексуально, очень. Здравствуйте. Здрасте. Вам кого? Я пришел к самому сексапильному механику этого СТО. Я понимаю, что моя сексуальность, она гиперсексуальна и может оказывать критическое действие через фотографию. Особенно, что фотография не переносит мою картавость. Ну, как бы, честно говоря, наша-то ориентированная реклама была не на вас-то ориентирована. Молодой человек, я не к вам пришел, не обольщайтесь. Кому-то, да. У вас работает здесь такой, пышечка такой, с пузиком таким, усики такие у него сексуальные, лысенький такой. Диапалик, тут, кажется, про вашу душу пришли. Да, здрасте, да. Здравствуй, мой хорошенький, здравствуй. Здрасте. Ну что, будешь чинить мою машинку? Буду. А где машина? Вот здесь. Заводи, заводи ее. Рома. Да, Диапалик. Это тот, о ком я думаю? Наверное, да, потому что я тоже об этом подумал. А я о тебе уже два дня думаю. Ну-ка, дай-ка мне этот ключ на 32. Аккуратней только с ним. Это мой любимый ключ. Слышь ты, таргетированный, ну-ка, вали отсюда, по-добру, по-здорову. Иначе я тебе, знаешь, куда это засуну? Ну, засунь. Я тебя сейчас голыми руками удушу. Тихо, тихо, тихо. Ты так не кипятись. Слушай, у меня, если что, много денег. А много денег, это много еды. Рома, иди-ка лучше погуляй. Тебе лучше этого не видеть. Сейчас. Ну что, как? Потекли клиенты рекой, да? Не совсем. Был один клиент? Не было клиентов. Не было. Деньги были. А клиентов не было. Че-то я не понял, как-то... Так, так, деньги есть, а клиента нет. С неба упали деньги. Все, Григорьич, иди, я хочу этот день забыть как можно быстрее. А я хочу, чтобы мы с вами этот день запомнили, так сказать. Потому что клиентов нет, а деньги есть. Работает реклама, получается. Таргетирование. О, давайте. Скоро еще такие же клиенты подвалят. Надеемся. Не дай бог. Так, что такое стартер? Основной агрегат пусковой системы двигателя, раскручивая его в вал до частоты вращения, необходимый для запуска двигателя. Какие бывают стартеры? Какие бывают стартеры? Инерционные, прямого действия, комбинированные. Так, неплохо, неплохо. О, а вот это что такое? Коленвал. Коленвал. Ну или правильнее, коленчатый вал. О, для чего он служит? Это главный элемент двигателя автомобиля, являющийся частью кривошипно-шатунного механизма, который преобразует энергию сгорающих в цилиндрах двигателя газов в механическую энергию. Ладно, допустим, теорию мы знаем. Переходим к практическим занятиям. Так, смотри, значит, твоя задача за 15 минут собрать двигатель внутреннего сгорания. Итак, время пошло. 14, 58, 14, 59. Все! Неплохо. Но я видал и мастеров получше. Ой! А вот это что такое? Я... Незакрученный болтик! Я же... Ты понимаешь, что это могло бы стать причиной аварии? Я же все учила, я же... Учила она! Всего лишь один болтик мог стоить человеческой жизни. Все! В правах отказываю. Приходите на экзамен в следующий год! Закончились! Спасибо, спасибо огромное тебе, спасибо! Что значит спасибо? У тебя 3000 гривен! А, ну да, справедливо, вот. А ну, все равно же дешевле, чем машину покупать. Согласен. Ага, ну, все, мы в следующем году снова придем. Только, если можно, вопросы посерьезней как-то... Да закончились у меня уже вопросы, это капец какой-то! Хотя, нет, подключу дядь Палика, он по-любому ее завалит. Но это дороже будет. Ладно. Ну, если не получится, я тогда с инструктором по вождению договорюсь. Мы и трассу на выживание устроим. Ну, давай. Эй, братишка! Здрасте! Здоров! Слушай, я тут машину продаю, деньги очень нужны. Мне машина не нужна, можешь мне не продавать? Не-не-не-не-не-не-не-не, не тебе. Клиент уже есть. Ха-ха, еще тут! Понимаю. Слушай, ну давай, я сейчас его приведу, ты посмотришь машину и скажешь, что машина хорошая, все чики-пики, а я тебе 100 баксов. Хорошие машины только фантазии у продавцов. Я людям врать не буду. Ой-ой-ой-ой, давай вот это не начинай только, ладно? Это же ничего личного, он ли бизнес. Ага, понимаю. Ладно, 200 баксов. О! Ну, хорошо, только деньги вперед. Ладно, давай, веди своего этого. Ха-ха-ха-ха. Так, ну... Осмотрели машину? Конечно, конечно, осмотрел. Ну, значит, смотрите, салон в таком состоянии, что сразу видно, что в него человек жизнь вложил. Это правда, да. Да, сразу видно, что здесь и рожали, и умирали. Это правда. Что? Какое? Ничего подобного, никто там не рожал. Так, значит, смотрите дальше. Ага. По ходовой. Я вам сразу советую купить вот такие вот зеркала. Вот такие. Э-э-э, а при чем тут зеркала и ходовая? Ну, чтоб когда вы ехали, зеркало было видно, какие запчасти от ходовой отпадают. Да. Так, значит, теперь непосредственно по кузову. Да все нормально с кузовом. Вы знаете, я раньше думал, что термиты только дерево едят, а оказывается, они этим кузовом не цураются. Да. Да какие термиты? Не слушайте вы его, нет у меня никаких термитов. Теперь по мотору. Мотор – это сердце автомобиля. Да-да. Так вот, это сердце в прединфарктном состоянии. На таком автомобиле по нашим дорогам ездить нельзя. Да бред это все. Это сущая клевета. Кстати, по поводу сущая. С нее течет со всех щелей. Неужели все так плохо? Не, ну есть, конечно, плюсы. Так. Да, значит, машина будет ломаться часто, но стабильно. Это, как говорится, и вам, и нам доход. Спасибо вам огромное. Да, не за что. Знаете, я что-то передумал. Покупать ваш автомобиль. Правильно. Подождите, что значит передумал? Мы с вами договорились, вы сказали, я покупаю. Нет, я проверю и покупаю. Ну, хорошо, ладно, ну... Сколько вы хотели за нее? Всего пять тысяч. Это надо еще идиота такого найти, который ее за три купит. Вот. Я скину, я скину. Четыре девятьсот. А я вам не идиот. Две тысячи и ни копейки больше. Что? Какие две тысячи? Да я не собираюсь кому-то за две тысячи. За две тысячи я ее сейчас возьму и... Да хер, я ее продам. Ладно, договорились. Вот. Что ж ты, скотина, творишь? Что? Козел. Мы же договорились с тобой. Я тебе двести баксов дал. Ну, не могу я людям врать. На. Забирай свои двести баксов. Не нужны они мне. Все. Как это? Просто этот мужик сразу после тебя пришел и мне триста дал. Понял? Ну ты, скотина. Ничего личного. Просто бизнес. Понятно. Козел. Стой! Что? А машина и вправду классная была. Все в ней чики-пики, как ты и говорил. Стой! Такая реально пятерку стоит. Классная тачка. Серьезно? Капец тебе. Да подожди ты! Стоп! Чего ты? Это ж я куму твою тачку впихнул. Мы ее потом за шесть продадим. Дорогие мои, послушайте, помогите, пожалуйста. Подчините мою ласточку. Что с ней? Не знаю, что надо скрипить, когда еду. Это и без осмотра понятно. Амортизатором кирдык. Ага. О, слушай, какой кирдык? Не может быть кирдык. Я только недавно амортизатор менял, новый ставил. Смотри. Ну, значит, вас обманули. Поставили вам старые. Такое может быть? Конечно. Как обманули? Да чтобы этот мастер, который ставил мне вот эти амортизаторы, всю жизнь кушал только жесткий шашлык. Чтобы он кинзмараули от Синандалия отличить не мог. Ищак. Брат называется. Это, конечно, жестко. Эй, слушайте, так что, можете помочь мне поставить новые амортизаторы? Легко. Есть у вас, да? Пару часиков, приходите, все сделаем. А, спасибо. Целую ваше СТО. Я скоро буду. Давай. Так, ну что, Ромка? Начинаем? Эээ. Вы шакалы. Вы что наделали? Вы кого хотели обмануть? Меня обмануть хотели? Тихо, тихо, уважаемый. А что случилось-то? Что ты думаешь? Я не понял, что ты сделал? Поставил мне старые амортизаторы вместо новых? Мы вам новые поставили. Вон, коробки пустые от них еще валяются. Я не знаю, она скрипит опять вот так. Эээ, 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 как и шахт недоделанный. Так вы, наверное, по раздолбанным дорогам ездите. Да сам ты раздолбанный, я езжу по Роману. Значит, что-то возили тяжелое в машине. Да, перегрузили их и все. Ты хочешь сказать, что грузин перегрузил свой амортизатор? Ага, слушай. Понял. Это из-за того, что мама моя приехала из Батуми. Она что, очень большая? Ну что ты говоришь? Моя мама самая худая и красивая женщина в мире. Просто мама теперь дома все время. Я женщину не могу привезти. Вот и приходится назначать свидание прямо в машине. И что вы там с ними делаете? Что мы там делаем? Ну что может делать настоящий джигит в самом рассвете сил? С глазу на глаз женщины. Таксуем, конечно. Ты дурак, Рома, что ли? Понятно, что они там делают. Понятно. Слушайте, я бы посоветовал вам пока воздержаться от свиданий, пока мама не уедет. Что ты такое говоришь? Ты хочешь, чтобы меня разорвало от воздержания? Меня и так вот так раздуло. Ты хочешь, чтобы мои друзья ходили вот так вот пальцем тикали? Смотрите на него. Что это за грузин, который уже целый день не был с женщиной? Нет, это не вариант. Давай что-то еще думай. Ну, есть, конечно, один вариантик. Какой? Сейчас, сейчас расскажу. Звоните своим женщинам. Женщинам. Ха-ха-ха, сейчас. Теперь понятно, что у него амортизаторы не выдержали. Два часа без перекура. Когда они уже закончат? Я уже не могу слушать их крики. Слушай, лучше уже сдавать в аренду яму, чем трахаться с его амортизаторами. Это точно. Да. Только там вон целая очередь теток собирается. Я боюсь, что это до утра. О, ты молись, чтобы все пришли. А то из нас двоих ты самый симпатичный. Так, я пойду, наверное, и кофе сделаю. На троих. Новая. Б.У. Новая. Новая. Здрасте. Простите. Тут такая ситуация. Б.У. Такая ситуация. Я, значит, автомобиль этот продаю. И покупатель как бы очень хочет, чтобы ее перед покупкой посмотрел эксперт. Вот. Да. А что, ко мне пришли? А, я же эксперт. Ну да, да, да. Господи, да. Вот, вот. И я как бы подумал, может, не надо ее смотреть, как бы, правильно? Может, вы просто скажете, что она идеальная? Ну, ну... А, сэ... О. А. Ага. Идеальная. Машинка идеальная. Идеальная, очень хорошо. А можете еще раз сказать? Машинка идеальная. Прекрасно. До встречи. Спасибо огромное. Спасибо. Счастливо. Здравствуйте. Здравствуйте. Послушайте, я хочу купить вот эту машину. А, машинка в идеальном состоянии. Я понимаю, но мне этого не нужно слышать. Не надо мне это слышать. Вот сейчас пойдет хозяин этой машинки, и вы скажете, что машину надо ремонтировать. Машину надо ремонтировать. Повторите, пожалуйста, еще раз. Машину надо ремонтировать. Прекрасно, прекрасно. Вот так и скажете, хорошо? Все. Машину надо ремонтировать. Вот, вот, включайте. Ой, машину надо ремонтировать. Правильно, правильно. Все, все, все. Понял. Машину надо ремонтировать. Ну. Ну, что, как бы машинку посмотрели. Да. Посмотрели вместе с экспертом. Да, да, да. И что можно сказать о машинке? Что можно сказать о машинке? Машина в идеальном состоянии. Спасибо. Спасибо. В смысле? В идеальном? Вы уверены? Ммм, но ее разве не надо ремонтировать? А, да, машина в идеальном состоянии, но ее надо ремонтировать. Вот так. Что же делать? Ладно, скидывайте мне 2000 долларов. Ага. Буду ремонтировать. Что делать? Подождите, подождите. Но в самом начале-то эксперт сказал, что машинка в идеальном состоянии. Да, в идеальном состоянии. Да, но вы же потом сказали, что ее надо ремонтировать. Да, надо ремонтировать. Надо ремонтировать ее. Подождите, машина, состояние машины какое? Идеально? Идеально состояние. Вот, но ремонтировать надо? Надо, конечно, ремонтировать. Надо ремонтировать ее. Зачем ее ремонтировать, если у нее состояние какое? Не, идеально. Идеально. Да. Но ремонтировать ее надо? Но ремонтировать ее надо. Надо ремонтировать, слышу. Да на хрена, состояние у нее какое? Идеально. Вот. А ремонтировать надо? Надо ремонтировать, конечно. Надо ремонтировать, вы что, не слышите, что эксперт вам говорит? Надо ремонтировать. А вы что, тоже не слышите? Скажите ему, какая машина? Да подождите, ну что вы в самом деле? Я говорю то, за что вы мне заплатили. Вы сказали идеально, я говорю идеально. Вы сказали, надо ремонтировать, я говорю, надо ремонтировать. Понятно, вы набрались наглости, чтобы подкупить эксперта. Эксперт? Чтобы он сказал, что вот это развалюха в идеальном состоянии. Развалюха? Развалюха. Причем такая развалюха, что вы дали этому человеку денег, чтобы он сказал, что ее надо ремонтировать. И все ради того, чтобы я скидывал вам деньги, чтобы вы ее лучше купили. А потому что она большего и не стоит. Что она не стоит? Не стоит она. Машинка какая? Машина в идеальном состоянии. В идеальном состоянии, вот пожалуйста. Но ремонтировать ее надо? Надо ремонтировать. Надо ремонтировать, слышали? А в какое состояние у автомобиля? Идеально. Но ремонт ей нужен? Да. Нужен ремонт. А нахрена ей нужен ремонт, если состояние у нее какое? Отлично. Ремонтировать ее надо Надо ремонтировать Состояние у машины какое? На ремонт ей нужен Нужен ремонт машины Скажите, а разве ремонтируют машину, если она какая? В идеальном состоянии Нет, ну что ей надо сделать? Ремонт нужен ей Ну что я могу сказать? Идеальная Развалюха Вот Я прошу прощения, вы машину покупать будете? Я так и быть уже скинул Тысячу А я бы это купил У меня денег нет Я все Эксперту отдам А скажите, может быть тогда Вы бы купили машину? Зачем мне эта Идеальная развалюха? Ну у меня хоть машина осталась Да, от себя душу А я А я чего? Эх Чем помочь могу У вас что, мошенника, а не дрынь-дрынь? Я не знаю А кто знает Девушка, мне так сложно Вообще-то Вы что, потерялись? Я? Ну, ошейник у вас есть, где написано, куда вас возвращать? Все нормально Все нормально Это со мной Я там просто далеко припарковался Ну, в общем, в палатку с арбузами Арбузы, кстати, не нужны Пришлось все выкупить Они там все битые Да Нет, не нужны Мне нужно просто поесть А вы мне мешаете Да, приятного аппетита Спасибо Слушайте, дело в чем Какая ситуация У меня завтра жена Едет сама за рулем В Николаев к теще Понимаете? Поздравляю С чем? С тем, что не теща к вам А вы к ней Да, прикольно Так вот, слушайте Я очень переживаю Понимаете? Ну, что-то на дороге вдруг случится Колесо она там пробьет, к примеру Да, я хотел бы, чтобы вы ее обучили Она колесо пробьет На дороге кого-нибудь остановит Поулыбается ему Он ей все сделает Так вот, не хотелось бы Понимаете? Потому что мы именно так с ней и познакомились Не хочу, чтобы кто-то еще знал Как она умеет благодарить Да Обучите? Да я же механик Я не учитель Так это и важно Что вы механик Вот этому делу Всему механическому Ее и обучите Хорошо? С меня бутылка О Все-таки Ну что ж Я так с вами Чудеса Верить начну Отлично Хорошо Я тогда сейчас Магазинчик Ну и через пару часов Ее заберу Ага Все Давай Учись Хорошо учись Ну что Салага Готова? Из салаков Я люблю Цезарь Да Будет трудно Вообще Чутью Ты сюда Вот Тихо Тихо Ну, все. Дядь Палик, меня это, форсунки продуло, свечи почистила, поставила. Можешь мне карбюратор еще перебрать? Ты сначала колеса перебортируй, а потом уже берись за карбюратор. Говно вопрос. О, Санямба! А что ты так стоишь, как будто в рот полные штаны набрал? О, беленькая, нормальды. Не паленка. Будешь вместе с нами? Давай пописюрику. Че ты стоишь? Ну, хрябнем. Вы че с ней сделали? Че, научил всему, что сам знаю. Я вас не этому просил ее научить, а... Что это за запах? Сорян, это я. О, с подливой, как учил. Сорян еще раз. Ну, че ты стоишь? В ногах, правда, нет. Она где-то между. Давай с нами. Ну? Ай, ладно. Давайте. Ты уедешь, я с ним целую неделю пить буду. Никуда не поеду. Че мне у матери делать? У слабихи у этой. Молодец. Тут и забухаем. Собака в шлеме на мотоцикле. Рома, а вот скажи мне, Рома, а вот если вот гайка закисла, и ключом не получается ее открутить, что надо делать, а? Ой, ну это надо маслом ее. Если не поможет, тогда кувалдой захерачить. Меня так дяпалик учил. Понятно, понятно. А вот если диск не слазит со ступицей, что делать надо? Диск, ну надо его закрепить хорошенько, и так хорошенечко его кувалдой захерачить. Меня так дяпалик учил. Понятно. А вот если как бы директор СТО пытается добиться того, чтобы его сотрудник начал работать, а он не хочет, что надо сделать, а, Рома? А, ну, простить его и разрешить ему поменять масло. А ты знаешь, а мне вот метод дяди Павека нравится больше. Ты когда масло поменяешь, Рома? Скоро, скоро. Давай, заработай, или я сейчас возьму кувалду тебе, как, один раз, как, вы, въеду тебе кувалдой в голову. Здравствуйте, могу я вас попросить кое о чем? Так, смотрите, сразу денег нет, бесплатно ремонты не делаем, если нужен туалет, вот туда и направо. У меня другая просьба. Мой сын Лешенька очень любит автомобили. Я бы хотел вас попросить, чтобы он побыл с вами здесь, посмотрел, как вы чините машинки. Вы знаете, очень странная просьба. А я заплачу. Ну, интересно. Конечно, конечно, пусть остается, вечером заедете, заберете его. Ну вот, как ты и хотел. Ну давай, мой хороший, все, вечером увидимся, слушай этого дядю. Хорошо, спасибо, пап. Давай. Ну что, покажу тебе нашу СТОшку. Ты, кстати, знал, что СТО это аббревиатура, а не цифра. Ну, СТО, понял, да, юмор, юмор. Ну, смотри, вот это подъемник, подъемник, на нем машины так как бы поднимают, и потом снизу смотрят, что там как, к чему. Вот там у нас дальше яма есть, на нее тоже машины сгоняют, и так снизу, оп, ага, что с машиной у вас? Вот такая вот у нас. Я так понимаю, что основные поломки машины снизу? А ты молодец, смышленый парень. Ты уже в машинах понимаешь больше, чем наш Ромка. Рома, ты что, опять в телефоне залип? Я тебе что сказал? Иди масло поменяй. Я сейчас кувалду возьму, тебе как дам один раз. Да работаю я, работаю. Просто у меня крышка не откручивается. Я ее кручу-кручу, а она там прикипела, наверное, или что? Пробуйте покрутить ее против часовой стрелки. О, видишь, видишь, пацан и то больше понимает, чем ты. Ага. Давай, иди. Сейчас. Пробуй. О, пошла пробочка, пошла. Только аккуратно, масло может быть горячим. Ай, блин, что не зараньше было сказать? А ты, пацан, молодец. Есть у меня одна идейка. Так. Берем, откручиваем старую свечу против часовой стрелки. Ага. Есть такое дело. Угу. Теперь берем новую свечу и протеряем ее. Очень хорошо, чтобы скра была лучше. Ага. Протер. Угу. Прикольно. Ага. Прикольно. А теперь нужно залить масло в мотор. Я за маслом. Круто, все понятно. За маслом он. Икры возьми. Юмор. Ну как, вы тут, как вам мой сын, не очень вам мешал? Да вы чего? Что мешал? Он нам помогал. Так что держите ваши деньги. Не надо. Лучше купите вашему пацану, не знаю, мороженое. И пусть почаще приходится к нам. Да, правда? Да. Ну хорошо, значит, завтра после школы мы у вас. Давайте. Давайте. Все, спасибо, до свидания. Или даже вместо школы. Нет, лучше после. Короче, фильтр я поставил. А где малой? Ушел. Как ушел? А что мне дальше делать? Как что? Я тебе уже говорил, масло меня. Я же учил тебя, ну. Да малой как-то понятнее объясняет. А то вы с Дяпаликом только орете их и кувалдой заставляете херачить. Я тебе говорю, иди меняй масло. Ты сейчас кувалда как за хер... Ну, может быть. Ладно. Завтра-то поменяешь, малой придет. Ага. Ну, тогда до завтра. В смысле до завтра? Вот, купил. В очереди даже пришлось постоять. Ты что, одну бутылку пива купил? Так хватило как раз на одну. Ё-моё. Ну что, по глоточку? Давай, по глоточку. Ага. Э-э-э. Э-э. А как же я? Ой, прости, Ромчик. Забыл тебе сказать, что у меня один глоточек как раз пол-литра пива. Офигеть. Что теперь делать? Бабла не осталось. О! А вот и денюжка приехала. Э-э. Смотри, какая, а. Боже, 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 какая красота, я в шоке. Я в таком шоу-руме еще не была. А-а-а-а. Что еще? Ну, шоу-рум это такой специальный магазинчик. Типа супермаркета? Фи, вы что, в супермаркете все вещи одинаковые, а в шоу-румах только эксклюзивные. Вот, в общем, мои подружки посоветовали, чтобы я к вам приехала, и чтобы вы подобрали эксклюзивные шины на моей колесике. Так это у нас, получается, не шоу-рум, а шина-рум. А-а-а. Боже, в шина-руме я еще никогда не была. Класс! Давайте подберите мне что-нибудь эксклюзивное. А-а-а, вы не переживайте, деньги не проблема. Буся спонсирует. А-а-а. Ну, у нас выбор, конечно, невелик, но есть эксклюзивные варианты. Ромчик, подготовь. Ага, сейчас. Мне однозначно нравится ваш интерьер. Угу. Так вот, вот наш эксклюзивный товар. Шина зимняя, шипованная, разный красивый протектор. Нет, 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 ну что вы, ну шипов уже давно не в моде, нет. Тогда вот, летний вариантик, прекрасная шоссейная коллекция. Ну что вы, ну это просто нудное, скучное, немодное, черное. Я хочу что-то эксклюзивное, мальчики. Что-то эксклюзивное? Сейчас, я придумал. О, как вам? Это эксклюзивный вариант, дизайнерская работа, все вручную, ни один рисунок не повторяется. Я беру, и вы знаете, я всем своим подружкам буду советовать ваш шинарум. Ребята, ну, вот это пусть будет вам. Пожалуйста. Класс. Грозите. Ага. Ну вот, видишь, Петрович, а ты еще ругался, что я шины покрасил и закопал с той стороны. Ну, беги. За краской? Точно. Надо сейчас больше краски набрать. Прибегут эти блондинки ее подруги, а мы будем красить лысую резину и продавать им как новую. За водкой беги и пивом. Нам так с блондинками не справиться. Тогда еще надо. Согласен. На краску. Ух ты, прикольная дрель. Это не дрель, Петрович. Это аккумуляторный шуруповерт. Слушай, ты специальный инструмент выбираешь, чтобы побольше буквы Р было, а? Дай мне, я пойду что-нибудь посверлю. Не-не-не, не дам. Это я себе купил шуруповерт. Между прочим, в кредит. А, понятно. Пойду посверлю. В кредит. Э-э-э, мужчина, аккуратней. Че это вы к нам решили задом заехать? Я не задом, я по делу. Тут у меня с багажником кое-какие проблемы. Надо его там модернизировать. Че-то может дырок насверлить. Я понял. Стучит что-то в багажнике у вас, да? Ну, открывайте, посмотрим. Ну, а-а-а-а-а, я все отдам, я все отдам. Конечно, отдашь. Сейчас рот закрой. Вот здесь оно тут все у меня. А можно мне в туалет сходить? А ты никуда не дрыснешь? Нет, нет, что вы. А то я у вас тут сейчас схожу. Не хватало еще. В туалете есть окно? Нету. Где туалет? Там. Давай дуй. Только писнул и обратно, то папа будет волноваться. Туда. Ну все, ничего не стучит. Отремонтировали, с вас 500 гривен. Не, это систематическая проблема. Короче, ну я работаю коллектором и часто вожу этих придурков тут. Они тут визжат, писаются под себя и все такое. Короче, надо им там просверлить пару дырок, я не знаю, может что-то еще сделать, чтобы они, ну, не так это обделывались. Поделывались, потому что я уже троих не довелся. Сделаешь? Ольга, конечно. У тебя есть час. Давай. Рома! Аль! Иди сюда. Тут твой шуруповерт нужен. Время. Закончил? Да, как раз закончил. Модернизировали ваш багажник. Значит, здесь вентилятор, чтобы воздух циркулировал. Дырочки, чтобы воздух забирался. Мониторчик на андроиде перекрепил. Леопардовое покрытие водонепроницаемое. Там дырочки в крыльях, дырочки в капоте. Ну, так сказать, для слива конденсатора. Неплохо. Крутая штука, шуруповерт. Скажите, это я все им сделал? Можно посмотреть. Да, шуруповерт крутой. Взял в кредит в интернет-магазине. 18 вольт, 3000 оборотов, аккумуляторный. Работает до 4 часов. Роман Валерьевич? Я... Откуда вы... Почему по кредиту не платим? Так я же сказал, что я как бы со следующей зарплатой обязательно как бы, ну... Когда следующая зарплата? Ну, через одну, получается. Вот это была уже, а следующая как бы вот, ну, вот, скоро, через месяц, там... Залезай в багажник. Я все отдам. Конечно, отдашь. Да. Конечно. Тут тебе... Надо было тут ступеньки перекрутить. Неудобно залазить. Надеюсь, тебе понравится твоя работа. Да. Потому что... Потому что... Потому что моя работа мне нравится. Чужого нам не надо. Сегодня мы прощаемся с самыми близкими, которые прожили яркую и светлую жизнь в пыли на балконе. Тридцать лет. Тридцать лет. Такие молодые. Да. Им бы еще лежать и лежать. Да. Слушай, может, не будем их сжигать? Как-то это не по-христиански. Да. Кстати, по-христиански делиться. Может, я тогда себе мяч заберу, а? Ты чего? Если он мне не достается, значит, никому. Так это всего лишь балконный хлам. Вот и жена моя так сказала. Ну, не расстраивайся. Дырявый сапог, лыжная палка, я их... Я их лично знал. Они заслуживают достойного погребения. Согласен. На городской свалке. Рядом с мопедом. Я прослежу. Их повезут на мусорной машине по центральному проспекту. И со всеми почестями потом. Да. Хай, гайс. С вами Женя Пення. И сегодня я покажу вам всем, как я апгрейджу свой сегвей к зиме. Хм, хай. Беда не приходит одна. Ну, да. Здрасте. Или как там у вас в интернете говорят? Хай, мэн. Хай. Но вы, походу, не туда заехали. У нас тут СТО. Мы тут гайки крутим, а не лайки накручиваем. Мне как раз вы и нужны. Зачем? Зачем? Мне нужно апгрейдить свой сегвей and winter time. Переведи. Короче, ему надо эту штуку к зиме приготовить. Слышь, блогер, тут лайк никаких нет, так что едь вон во дворе по кругу, как в цирке катайся. Одну секундочку. Меня здесь задонатили мои фолловеры. Перевести? Не надо тут, я понимаю. Что ж, давайте что-то придумаем. Слушай, а что мы ему там сделаем? У нас же для этой штуки ни хрена нету. У хорошего хозяина всегда что-нибудь найдется. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы апгрейдили... Сигвей. Сигвей, совершенно верно. Так вот, если вы вдруг автомобилист, вот этот резиновый сапог всегда поможет вам, чтобы вы не намочили ноги. А если вдруг вы застряли в снегу, то выбраться можете при помощи вот этой лыжи. И палка, как говорится, вам в помощь. Вау! Кул! Скажите, а зачем вот эта хрень за спиной? Это же велосипедное колесо. Ну как? Это же запаска. Велосипед и сигвей, они же из рода двухколесных. А-а-а, understand. А что это за хрень? Ну, ставьте нам колокольчик и ставьте свои подписи. Подписывайтесь. Да, подписывайтесь. Вау, какой классный лайфхак! Ты тут не матюкайся. Тут СТО и вон телевидение. Короче, вот. Вау, мои дорогие подписчики. Ну что, вы поняли, как мы сегодня классно апгрейдили мой сигвей? Ну что ж, завтра мы будем апгрейдить унитаз. Да. Видишь? Весь свой хлам сбагрили ему. Круто, еще и заработали. Это же он сейчас своих подписчиков всех сюда привезет. Блин, надо будет еще хлама с балкона понабирать. Точно, я сейчас свой притащу. У меня там целый вагон хлама. На троих. Моя. 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 3D-эффект. Она мне, короче, делает. Клиентка занятая, поэтому будем сейчас сами диагностировать. Масло давно меняли? Ну, конечно же, нет. Ага. Воздушные фильтры давно меняли? Слушай, Зая, ну, буду чуть позже, потому что еще на мультур должна заехать. Понятно. Омыватель одолеть? Ну, не сделай еще, не успела. Ну, ну, что ты ругаешься? Ну, да, ты Мишку купила, сейчас буду выезжать. Не нравится. Сейчас я... Я извиняюсь. А ну, посмотрю. Тебе, Сереж, звонил? Работает? Он что тебе говорил? Есть. Что, приедет? Контакт зачистить. Угу. Ой, Зая, короче, мне так повезло. Я, короче, попала на такую классную акцию. В общем, и... Вам вдвойне повезло. У нас тоже сегодня акция. Поэтому с вас всего лишь 3340 гривен. И 25 копеек. И 25 копеек. Я перезвоню. В смысле, за что? Да как, за что? Теошечку сделали в вашей машинке, пока вы там разговаривали, поменяли. Масло, масляный фильтр, воздушные фильтра, омывателя долили. Ну и фару, контакт починили. Так я всего лишь хотела спросить. Не знаю, что вы хотели. А ваша машина хотела, чтобы ей сделали ТО. Вот мы его и сделали. Вы понимаете, дело в том, что у меня навигатор поломался. Я к вам заехала спросить, как проехать на окружную. Навигатор можем тоже починить. Всего 500 гривен. Ну, слушайте, у меня денежки только на шопинг. Ну, тогда... Там должно хватить. Там 3345 гривен и 25 копеечек. Сдачи не надо. Спасибо. Хорошей дороги. Зачем тебе 25 копеек? Отыграться. О, началась. Ну, и где эта твоя шалава? Дорогая, ты просто неправильно все поняла. Успокойся. Успокойся? А что я должна успокаиваться, а? Если в твоем телефоне я нахожу номера каких-то прожмандовок. Не буду я успокаиваться. Здрасте. Что за крики? Сейчас еще и драка начнется. Вы кто такая? Я автомеханика. Что, не видно? Вот работаю. Но вы же женщина? Что я не понимаю? Что за стереотипы? Между прочим, женщины тоже ремонтируют и разбираются в машинах. Ага. Они только вот этот... Борщи варят. Ага, она права, Дорога. Так. Я сама разберусь, кто тут прав, а кто не прав. Ага. И как вас зовут? Анжела. Ага. Анжела Багировна. Вот видишь, я тебе не врал. Я все равно не верю. Так. А что? Вот это вот, вот это вот. Что это такое, а? Свеча зажигания. Да? Ну. Ладно. А вот это вот что? Что вот это? Это стартер. Что за проверка, я не понимаю? Это проверка вот этого любителя автомехаников. Вот хочу узнать, какого хрена он тут делает иногда у вас? Он вообще здесь машины чинит? Или свой насос ремонтирует? Машины, конечно, некогда нам глупостями заниматься, потому что работая по горло. Ага. То есть Анжела 100, это все-таки Анжела СТО, и я действительно зря приревновалась, что ли? Да ясен пень. Да вот ваш муж недавно к нам заезжал. Ага. На два часа мы его там, это, форсунки меняли. Да. Ну, а еще два часа не хватило, и я продлевал на час ремонт. Может, действительно и правда. Я действительно зря тебя приревновала. Да ничего страшного, Господи, бывает совсем не вы, так сказать, первая. Ага. Ну, тогда извините, нам надо ехать. Я хочу еще проверить, кто такая Наташа в вулканизации. Ну, вот видишь, только напрасно время зря потратили. Так, все, поехали. До свидания. До свидания. Ну что, уехали? Фух. Такая жизнь-то, ну, Дашу, не видно. Давайте обратно переодеваться, мне работать надо. Зато, дорогой Дэль, так а шо, спас семью временно? Потому шо на вулканизации боюсь, шо Сергей Николаевич посыпется. Он и тут мог посыпаться. Это не стартер, а бензонасос. Я тебя умоляю, ты шо думаешь, шо бабы в этой хрине разбираются? Не мерил? Это не морознь ее. Ну, с наступающим приятным аппетитом. Тебе не предлагаю. Да ладно. Мне очень-то и хочется. Ой, крепленая. Ну, будь здоров. Паленая, что ли? Да не, я тоже вижу бабку на бэхе. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте. Вы... Ой, вы обедаете, не заметила. Ну, ладно, в другой раз приеду. Спасибо за понимание. Не-не-не-не, бабушка, подождите. Подождите, старость мы уважаем, поэтому мы вам сейчас поможем. Ты сиди, не парься. Спасибо. Поработаю. Так, что у вас с машинкой? Да что-то барахлит. Я что, разбираюсь, что ли, в этих немецких техниках? Барахлит. А. А где у нас инструменты мои? А? А, вот они. Так, ну что ж. Подвижку яйцом кручу, масло видеть не хочу. Блин, точно паленка. Делал новый оборот, и движок уж не течет. Что ты делаешь, что ли? Так, бабуля, не мешайте, а то сейчас все испортите. Что ты... Я пакетиком кружу, и движок приворожу. Что ты делаешь? Так, бабуля, спокойно, а то сейчас чаек прям в двигатель польется. Что ты говоришь такое? Что ты делаешь, спрашиваю, гад? А вы не гадина? Такое со мной сделали, я месяц уже пить не могу. Из-за вас. Чего? Чего? Ты что, не помнишь меня, что ли? Нет. Меня жена к тебе привела кодироваться. Ах ты ж, гадина, скольким ты хорошим мужикам жизнь испортила, чтобы на такую машину насобирать. Ну, так я это, меня бросите, я... Что я это? Значит так, бабуля, либо ты сейчас отворот всего этого делаешь, либо твоя машина отсюда никогда не уедет. Понятно? Ну, седай. Приступай. Ну, давай. Ну, с возвращением. Вот, блин, сейчас моя звонит, как чувствует прям. Алло, да, дорогая. Нет, сегодня буду поздно, работы очень много. Ага. Ой. Привет, Ромчик. О, здорово, Петрович. Знакомься, мой сын. Будет таким же великим мастером, как и его отец. Здорово, малой. Даже не знаю, в чем твой батя лучший. В авто или в пивке. Так, Рома, твой кортавый рот забыли спросить. Папа, ты тут работаешь? Да. Это мои владения. Так сказать, моя нарния. Это потому, что ты тут часто пропадаешь? Нет. Это потому, что я здесь король, и все поклоняются вот этому скипетру. Ага. Особенно владельцы жигулей и запорожцев. Так, Рома. Идем, я тебе кое-что еще покажу. Привет, Пикет. Здравствуйте, здравствуйте. Приджерончик, приджерончик, полупсик. Яна Викторовна, я тут своему сыну владения показываю. Боже мой. Ты знаешь, твой отец такой талантливый, боже мой, талантливый во всем. Такой прототип сотворил и без рук. А вы чего, приехали? Я что, приехала? Да. Просто хотела сказать, что вы как бы давно не заглядывали ко мне под капот. Так сказать, нужно дроссельную солонку прочистить. Может, дроссельную заслонку? Боже, как умный, мальчик. Да. Так что? Так мы же вроде недавно чистили с вами заслонку. Ну, понимаете, просто машинка-то уже с пробегом, с годами требует больше ласки и внимания. Нет, ну, если вы заняты, я попрошу другого механика. А, Румчик, ты как, свободен? Я готов прочистить. Подождите, я-то не против прочистить вашу заслонку и, возможно, даже продуть карбюратор, но дело в том, что подъемник занят. Так, может, я пойду и найду другой подъемник? Не надо, не надо ничего искать. Да и потом, если мы так часто все это будем делать, то официальный дилер может заподозрить, что вы обслуживаетесь на левом СТО. Пап, стрёмная она какая-то. И шпаклёвка все время отпадает. Это он сейчас о ком? Про машину, конечно. О машине, конечно же. Румчик, идём со мной на подъёмчик? Саран Петрович, клиент зовёт. Блин. Пап, а ты купишь мне приставку? Ты чё, бензина нанюхался? Чего это вдруг? А, это за то, что я не расскажу маме про твою Яну Викторовну, которая преклоняется перед твоим скипетром. Да чё ты такое выдумываешь-то? Это ж... Работа, ну... Пап, это электромобиль. Какая дроссельная заслонка? Блин, научил же на свою голову. Одно радует, что такую замену себе готовлю. На! Блин, один раз провела, и всё классно. Слышь, мужик? Да. А... Ой. Баба? Да. А где мужики? А, так это женское из того. А? Не, подождите. Что? Ну, женщины, вообще-то, лучше, чем мужики. Чем женщины лучше, чем мужики? Мы трезвые. А, понятно. Вы же в машинах ни черта не понимаете. Вы же даже не знаете, где капот открывается в машине. Спокойно. У нас для этого есть специально обученный человек. Виктория Всевидящая. Что? Виктория, можно вас попросить? Виктория, можно вас попросить? Виктория, можно вас попросить? Виктория, все! Вижу. Вижу. Вижу, что за судьба твою машину ждет. Вы что, судак, гадалку притащили? Мне этих гадалок на вокзале вот так вот хватает. Прикинь, говорит мне одна, секс тебя вечером ждет. А меня раз, и гаишники остановили. Ну, все правильно. Ну, не вы, а вас. Так. Вижу, 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 чувствую, прям чувствую. Ходовая. Да, проблемы с ходовой у тебя. Так это сейчас на любую машину, можно так сказать. Вы дороги видели? Вижу. Вижу. Вижу ступица, ступица. Подшипник правой ступицы переднего колеса. Нужно поменять. Просто ее недавно машина сбила. И вот она после этого начала видеть. Темно. Ничего не вижу. Ничего не вижу. Нужно менять. Менять нужно. Лампочки. Жарко. Жарко, жарко мне. Жарко, жарко. Фильтры. Фильтры кондиционера поменять. Все. Я реально именно это и приехал поменять. Ну, мы как бы за дополнительную оплату можем еще кое-что приложить. А, да? А, ну я в принципе не против. Ну, химчистку салона. Пылесосом все высосим. Ну, вы давайте тут это, высасывайте. Вам часа два хватит? А, то. А, хорошо. Печень, печень барахлит. Да ты нахер-то несешь. Ах. Вот, ну вот как ты это все запоминаешь? Что запоминать? Я вчера в клубе с ним бухала. Вот. А он мне весь вечер. Ой, машина, машина. А вот я ему нашу визиточку и впихнула. В следующий раз я пойду с тобой, чтобы, ну, клиентов там новых найти. Клиентов это да. А не чтоб я тебя как обычно искала. Зеленый мексиканец! Ты видела эту пилочку? А что там? Смотри. Ну, как дела? О, здрасте. Все, хозяин, можете забирать, готово. Класс. То есть, если сзади будут два человека прыгать, с подвеской ничего не случится? Да, конечно. Это надежная подвеска. Чтобы ее расшатать, это надо очень сильно постараться. Точно? Да, конечно, точно. Ну, смотри. Вот. Оп, 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 оп. Меня выдерживает. Круто. Я просто сегодня с одной герлой познакомился. Такое чувство, она ее раскачает. Все, толстуха, что ли? Да нет, там Чика огонь. Стройненькая. Но я чувствую, так скакать будет, что аж колеса подпадают. А, это вы чпок отзабудете? Ну да. Это же это, секс-мобиль. Что? Секс-мобиль. Сейчас. О! О! А-а-а! О-о-о! Чувствуете, чем пахнет? Это не я. Да нет. Сексом пахнет. Это же феромоны. Сразу телочка садится, отказать не может. Сразу хочет. Понятно. Пахучка-хатючка называю ее. Ну, фигня это все. Вот у меня был в молодости секс-мобиль. ВАЗ-2106. О-о-о! Вот это я натрахался. В ней? Ну, больше, конечно, с ней. У нее же постоянно карбюратор, трамблер, свечи засирались. Я тогда понял одно. Самое главное в секс-мобиле – это хорошая резина. Так, понял, да, о чем я? Так что, подарок тебе от фирмы. Во! О-о-о! Вот это вы крутой сервис! Сюда теперь к вам приезжать буду. Давай. Спасибо. Пап, привет! О, доча, привет! Я пришла бабку проведать. Ага. Слушай, ой! Это что, ваша дочь? Да, вот для этого хорошая резина и нужна, чтобы вот таких вот не было. Пап, короче, знакомься. Это Женька. Мы с Женькой недавно познакомились. Женька – это мой папа. Очень приятно. А мне как приятно. Короче, папа Лин, меня Женька пригласил сегодня на свидание. Там, ну, на его тачке кататься. На секс-мобиле? Что? Не-не, ничего. Ну, классная тачка? Супер. Так что, ты меня отпустишь на свидуху? С ним, что ли? Тебя. Мою любимую дочь. За которую я готов убить любого и закопать. Папа. Да? Конечно, иди. Садись в машину, я пока инструктаж проведу. Значит, слушай меня внимательно, секс-мобилист. Завтра ты приезжаешь сюда же, я проверяю подвеску. Если она расшатана, то я тебе ручку от коробки передач засуну, знаешь куда? Догадываюсь. Молодец, догадливый. И еще, если из той ленты хоть одной резинки не будет хватать, я все остальные использую против тебя. Понятно? Предельно. Хорошей вам прогулки. До свидания. Янчик, а я тут подумал, а что нам на машине-то ездить-то? Пойдем пешочком погуляем, воздухом подышим. Как там дождь? Радугу посмотрим. Ну все, пап, давай. Молодец. Может и будет из тебя толк. Так, сейчас мы эту хрень уберем. Этки не надо. Ай, так и знала. Так и знала. А я тебе, а я тебе, я тебе говорила. Надо было слушать меня. Вот сейчас бы не ремонтом занимались, а сковородку бы мне покупали новую. Ну чуть-чуть помолчи, пожалуйста, я тебя прошу. Помолчи. А что я буду молчать? Объясни, почему я буду молчать? Если я тебе говорила, поворачивай налево, а ты нет направо. Там запрещен поворот налево. Ну и что, что запрещен? Жена тебе разрешила, а жену нужно слушаться. Слушай, ты вместо своих сериалов лучше бы правила поучила. Все мне твои правила. Если у нас, у женщин, есть интуиция, женская интуиция, и ее, между прочим, нужно слушать, Сашенька. Здрасте. Здрасте. Чем могу помочь? Да вон, поцарапуха у нас, видите? Поцарапал он кто-то. Понятно. Причина какая? Помеха справа. Справа у него помеха. Мешает ему что-то справа. Говорю, налево поворачивай. А вот какая помеха. Женщина, вы пока присядьте, вот там вот, а мы тут с мужиками разберемся. Мне это нравится, мы разберемся. Очень красиво звучит. Мы разберемся, как вообще здесь можно работать. Я не понимаю, все разбросано. Вот, пыль, пыль везде, грязь, ужас такой. Положите на место. Я лучше знаю, куда это все класть, чтобы было убрано и красиво. Женщина, это... А вы вот, мужики, он постоянно, постоянно, вот умеете оправдать свой этот бардак. У него сейчас так же, вот, на балконе, все разбросано, типа надо что-то срочно достать. Ага, конечно. Сейчас я все поубираю, и все будет хорошо. Здесь каждый инструмент на своем рабочем месте, чтобы я знал, где он лежит. Мне лучше знать, на каком рабочем месте, где должно все лежать. Женщина, да что ли? Да успокойтесь. Поверьте моему десятилетнему опыту, она все равно не остановится. Давайте лучше о ремонте поговорим. Сколько будет стоить? Ну, тысяч пять будет стоить. Сколько? Пять тысяч за поцарапуху вот эту? Ну да, покрасить же надо. Нет, 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 слушайте, давайте так. Давайте вы сегодня сделаете вот это все и с 50% скидкой, хорошо? Чего? С каких делов это я буду делать вам скидку? А с таких делов, что я вам ее оставлю тут на целый день, чтобы она ходила и контролировала ремонт. А тряпочка у вас есть? Нету. Плохо, очень плохо, потому что тут должно быть все светло, блистать, сверкать, а у вас что, все в масле каком-то? Ладно, ладно, сделаю я вам скидку и еще на будущее могу посоветовать один очень хороший девайсик. Очень повышает безопасность движения. Дорого? Сущие копейки. Только нужна будет ваша помощь. Ага. Если что, заезжайте, только один. Понял. Хорошего дня вам, женщина. Кузюк. Да-да-да. Спасибо вам. Да нет. На кролик. Здорово, мужики. Здрасте. Здрасте. Слушайте, двигатель не гляньте. Что-то у меня там какой-то стук такой появился, какой-то прям неприятный. Гляньте, а. Диагностика двигателя у нас 3000 стоит. Опа-на. А что так дорого? Это же в три раза дороже, чем на любом СТО. Ну так понятное дело. Там у них электронная, а у нас механическая. Что тут вообще компьютер соображает в этом? А у вас кто? У нас вот Ромчик лучший специалист в мире. Можешь любую поломку с закрытыми глазами найти. Да, так уж и с закрытыми. У меня как у Брюса Ли сенсорный слух. Да, только Брюс Ли дрался с закрытыми глазами, а Ромчик поломки ищет. Хотите, могу продемонстрировать. Да. Ну что, не видно? Вообще. Давай, заводи колымагу. Ага. Вожу. Вожу, вожу. Так. Погазуй, погазуй немного. Все, хорэ, глуши. Итак, вердикт. У вас вялый разгон, скорее всего, неисправности в цилиндропоршневой группе. Также у вас увеличен расход. Скорее всего, это нагар на свечах, либо пробитая прокладка. А также присутствуют неисправности в вакуумной магистрали двигателя. Угу. Ни фига себе. А это все по слуху? Конечно. Годы тренировок. Класс. Только что мне теперь делать со всеми этими проблемами? Ну, что? Тут без капиталки не обойтись. Да? Да. Дорого, наверное. Полторашка. Баксов? Дороговато. Ну да ладно. Зато уж сделают нормальные специалисты. Уж они какие-нибудь, не пойми, какие мастера, не пойми, какого СТО. Сто процентов. Сейчас принесу деньги. Ага. Че, этот лошара далеко за деньгами-то пошел? Вот повелся, прикинь. Я ему от балды там накидал всего же разного. Не факт, что оно там работает, не работает у него. Прикинь. Рома, дебил, повязку сними. А? Это я не про вас, это про другого лошару я говорил. Лошара, значит, говорит, да? Хотите, мы вам нормальную диагностику сделаем на компьютере? Да не, не надо. Лучше ты давай тоже, а ну-ка, повязочку одень-ка. Зачем? Сейчас узнаешь. Одевай давай, одевай. Э, э, мужик, ты где? Я здесь! О, а ты че, не уворачиваешься, а? Ты ж как Брюс Ли. Может, не надо? Надо, надо, блин. У вас же сенсорный слух. Мы его тренируем. О! Вот так потренируемся. Может, действительно, на слух сможете делать диагностику двигателя. А? Ромыч. Вот гады, а? Опять бухают. Да когда же вы еще бухаете столько работы, а? Вот ты, зараза. Ничего, я вас отучу. Здравствуйте. Здрасте. А вы открытый? Ну, если ж вы заехали тут, значит, открытый. Мне срочно нужна ваша помощь. Э, ну, семьсот, девятьсот штука. Это еще что такое? Бампер, задний бампер и крыло. Да мне не надо рихтовать. А, что, стучит? Рычит? Мычит. Мычит. Может быть, у вас есть кусачки большие? Кусачки? Ну, и были где-то... А зачем вам? Ну, понимаете, у меня там небольшое ЧП случилось. ЧП? Ага. Слушайте, вы, если застукали мужа своего, когда он вам рожки наставлял, то вот если вы хотите ему там что-то отрезать, я в этом участвовать не буду, потому что это мужская мать и ее солидарность. Все, совсем другое. Давайте я сама... Не-не-не-не-не-не-не. Давайте, давайте лучше я вам помогу. У меня все-таки силы больше. А что там у вас произошло? Это очень интимный вопрос. У меня тогда интимный ответ. Это мои кусачки интимные. Поэтому давайте, давайте, показывайте, что там у вас. Ладно. Жень, можешь выйти? Вот. Ох, ты шо? Мать его. Так вроде ж пытки отменили еще в 15 веке. Да не пытала я его. Просто решили разнообразить нашу семейную жизнь. По неопытности я так сильно затянула, теперь снять не могу. Вот, может, кусачками так чик. Поможете, а? Что это он говорит? Кушать хочет. Понимаете, уже пять часов сидит. Женька, подожди, сейчас мы тебя освободим. Пять часов. Сейчас, 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 полегчай. Спасибо вам большое. Спасибо. Я думал, вы всегда так будут ходить. А что же вы в больницу-то не обратились? Хочете, я главврач в этой больнице. Меня бы вы видели, засмеяли бы. Ой, позвольте еще какое. Спасибо. Ой, может, мы как-то можем вас отблагодарить, а? Да нет, ничего, я не надо. У меня в прескуранте такой услуги нет. Так что... Спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо. А, извините, а можете оставить вот эту штуковину? Ой, давай. Я, ну, я же буду делать вот так. Да. Ага, спасибо. Только если будете с женой, там, жизнь хотите разнообразить, сильно не затягивайте, как я. Ну что, как дела? Вот как закончишь капитальный ремонт, вот тогда и освобожу. Зато не бухаешь. Давай, давай, работай. Петрович, а ну-ка объясни мне, почему у клиента в счете вписано вот, пожалуйста, 100 амортизаторов, а? Это что за ошибка? Никакой ошибки, все нормально. Не понял. Я вам так скажу. Мы эти 100 амортизаторов за неделю реализуем. А конкретно на вот этой вот машинке. Петрович, ты что, бухой? Нет. Я эту машину по часово сдаю под секс-услуги. Петрович, ты прав, бухой. Вот как, объясни мне, как? Это же как нужно заниматься сексом, чтобы приходилось амортизаторы каждую неделю менять? А я вам сейчас покажу. О, как раз время. Мужчина! Мужчин! Что? Проливать будете? Да, 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 я буду проливать. Ага. Еще таблетку? А, конечно, не вопрос. Пожалуйста. Водичку. Спасибо. Филиппова, ты там жива? Молчит. Наверное, занята. Да. Слушай, Петрович, ну ты голова. Прямо голова, молодец. А, вот смотри, если ты вот так хитро придумал, как пристроить сто амортизаторов, может, придумаешь, как реализовать бочку солидола? Что я по пьяни купил? Бочку солидола? Ну, это нам с Филипповой посоветоваться. Это она там в этих делах соображает. О, слышите? Уже задний правый скрипит. Ага. А левый уже потек. Прикинь, ситуация вот. О, едет как нахуй. Редкостный. О, слушай, ты это, фильтр прикрути сейчас немного. Ага. Ты знаешь, что у нее муж? Знаю. Редкостный. Ну, да. Все, понял, понял. Ставлю фильтр на свой базар. Здравствуйте. Мама, пожалуйста, ты можешь помолчать? У меня что-то с мотором происходит. Я не знаю, можете его посмотреть? А что конкретно происходит с мотором? Ну, он барахлит. А если он барахлит, это значит, что он барахло? Ты можешь, пожалуйста, помолчать? Хоть пять минут, когда взрослый разговаривает. Да. Ну, что там он там стучит? А что стучит? Леша! Пять минут, помолчи. Ой, щас. Да, зайчик. Что? Леша, значит, стой здесь, никуда не ходи и дядям не мешай. И что? Что Валера тебе сказал? Ну, что? Пойду посмотрю этот мотор. Ёлку надо будет купить на Новый год. А зачем вам она сейчас? Сейчас же осень. Ну, так, чтобы не прозабыть про нее. А, у вас память плохая? Мальчик, не забудь, что мама сказала. Не мешай дядям работать, правильно? А это что такое? Свеча. А почему она не горит? Ну, это автомобильная свеча, она... А это что? Аккумулятор. А что такое аккумулятор? Мальчик, не заставляй нас отвлекаться от работы, ладно? Я сказала, успокойся, я приеду, все решим. Давай. Мама, а ты знаешь, что такое свечи? Да. А что такое аккумулятор? Ну, теоретически, да. А ты знаешь, что такое звездец? А это то, что сделает твой папа с этими дядями, когда он сюда приедет. О, есть контакт, сорвали. О, Марина? Ты что? Вернулась? А, понятно. Что, так до сих пор ездить и не научилась, да? А ты так и не научился зарабатывать нормально? Все так же в машинах ковыряешься? Я нормально зарабатываю. Должен же кто-то после таких, как вы, машины ремонтировать. Ой, слушай, я сюда пришла не выяснять отношения, а поремонтировать свою машинку. Мм, понятно. Хорошая такая тачка. Кредит? Ага. Под твои элементы кредит не возьмешь. Это подарок. У меня появился молодой человек, мы поженились. Он перспективный айтишник, хорошо зарабатывает. А и ктошник? Ой, я так и знала, что ты ничего не поймешь. Так что просто почини мой автомобиль. Дорогая, извините, я взял латте с одной ложечкой сахара и сиропом. Все, как ты любишь. Спасибо. Да, никудышные теперь настоящие мужики. Знаешь что, завидую молча. Женя, между прочим, перспективный айтишник, а не перспективный алкоголик, как некоторые. Ой. Просто поставь диагноз, что с моей машиной? Да что тут думать, тут все и так понятно. Масло поменять надо, фильтр по-любому забитый. И когда заезжал, я услышал, что у тебя кардан шумит. Ну, ничего себе. Это вы вот так вот за одну секунду взглядом и слухом все поняли? Конечно. Вот это профессионал. О, слыхала? Профессионал. Профессионал врать? Ты же сам мне рассказывал, как вы клиентов дурите, чтобы побольше на них заработать. Так, конечно. Тебя же содержать надо было как-то. Вот эти туфли новые, платья, кольца, побрякухи всякие. Так, все, хватит. Просто поремонтируй машинку. Пойдем. Нет, извини, дорогая. А можно я останусь? Ну, мне интересно. Ну, понимаешь, я же работаю с машинами, а это тоже как бы машина. Интересно посмотреть внутренности там. Все, я на свежий воздух. У меня от перегара нечем дышать. Хорошо. Какой перегар? Ну? Не, она, конечно, баба хорошая, но жадная. Очень деньги любит. Женя, ну что, вы закончили? Что с тобой? Нам же сейчас ехать к маме. Да, дорогая, мы почти закончили. Представляешь, я сам собственноручно фильтр заменил. Михалыч, разрешу. Да, это правда. Он сам все поменял. Молодец, настоящий мужик, а ты наговаривала. Это так все интересно, ты даже не представляешь. Это что такое? Ты что, пил? Фу, да я совершенно капельку. Совершенно немножечко для углубления, так сказать, процесса. Это так сказать, чтоб дело боялось. О! О! Ну нам же ехать к маме. Так подождет твоя мама. Слушай, дорогая, мне так все это понравилось. Эти механизмы, эти масла, фильтра. А вот это все здесь, вот это возле компьютера, тыкать вот эти клавишки, это так грустно. Я буду заниматься вот этим, правда, Михалыч? Молодец. Вот. Знаешь что? Если ты выбираешь вот это, то нам не по пути. Второго источника я не выдержу. Все, прощай. А что? Как сказал бы Михалыч, чеши ногу об дорогу. И правильно пускай чешет. Ну. Так, я тебе так скажу. Вот это вот все бабы, это приходящее и уходящее. А вот это все вечное. Согласен. А если честно, я ее маму недолюбил. О! За мужскую солидарность. Ромыч, ты опять к чемпионату мира по плевкам в длину готовишься. Я в этих играх не участвую. Это не для игры. Это карантинные меры. Так. Так, напарник. Соблюдай дистанцию. Сейчас карантин. А, так значит, как пиво пить с одной бутылки, никакого карантина нет. А как работать, то соблюдай дистанцию. И сними эту хрень. Это не хрень. Это для здоровья. Нам лучше тоже маску одень. Не буду я надевать этот намордник. Не буду. Этот намордник от вирусов защищает. Понятно? Я головку чеснока с утра бахнул, и меня ни один вирус не возьмет. Мужики, привет. Здрасте. Колодки поменяйте, а то совсем машинка тормозить перестала. Поменяем. Будьте здоровы. Спасибо. Да вы не переживайте, это просто аллергия на пыль. А, знаю я вашу аллергию. Потом две недели в больнице лежать, антибиотики колоть. Петрович, не подходи к нему. Пусть сам снимает свои колеса. Берут свои слова обратно. Карантин, клевая штука. Все, мужики, я колесо снял. Колодки менять будете? Не-не-не, колодки сами меняйте. Нам к вам, ближе, чем на полтора метра подходить нельзя. Вы что, издеваетесь, что ли? Что мы не издеваемся? Мы выполняем рекомендации Министерства здравоохранения. Ограничиваем контакт с потенциально зараженным человеком. Ладно, хрен с вами. Сам поменяю. За карантин. За карантин. Ну все, мужики, я закончил. Молодец. С тебя 600 ревен. Смешная шутка. За что? За замену колодок. За какую замену? Я сам все сделал. Не надо было чихать в помещении. Так бы мы все поменяли. А, я понял. 600 гривен, значит, да? Так, уберите эти свои зараженные купюры. Нам такое не надо. Я понял. Я тогда у вас еще ключик возьму. Им так удобно колеса откручивать. Это мой. Ах ты, зараза хитрая. Трис. Забирай его себе. Гадина бацильная. Ну все. Я поехал. Счастливо оставаться. Не болейте. Как так, Петрович? Так, а ты чего раскашлялся? Не знаю. Может, этот тупырь меня заразил. Блин. Тогда это... Вали домой тогда. Со своими бациллами. Не надо мне их тут распространять. Да, действительно, Ромчик, ты прав. Пойду, наверное, на карантине. Полежу недельки-две. А ты тут поработай. Ага. Давай. В смысле? В смысле? День-день... Ах ты, симулянт! Леонидыч! Он не заболел! Не отпускай его никуда! Где этого механика носит? Извините, пожалуйста, задержался. Ну, наконец-то. Да. Где мой счет? Сейчас все сделаем. Буквально 10-15 минуточек. Все, я посчитаю, все вам принесу. Ну, у меня нет времени. Я понимаю. Ну, для того, чтобы скоротать эти длинные минутки, я предлагаю вам попробовать 25-летний ирландско-шотландский виски. 25-летний? Да. Из личных погребов, так сказать. А? Присаживайтесь, присаживайтесь. Ну, ладно, быстрее, пожалуйста. Да, сейчас, сейчас, все сделаем. Так. Добрый день. Здравствуйте. Извините, начальство. Петрович, можно тебя на минутку? Да. Скажи мне, пожалуйста, Петрович, а что виски из моего кабинета, на которые я даже запретил тебе смотреть, делает на этом столе? И почему-то это Мурло его вот так вот по щекам гоняет, а? Это не Мурло, а клиент. Понимаете, мы ему слишком большой счет выставили. И что, виски вошел в его счет, что ли? Нет, ну что вы. Вы помните, в прошлый раз мы мужику большой счет выставили, его скорая приехала, забрала, потому что у него сердечко бараклить начало. А потом он нам через суд счет выставил. Моральный ущерб, там все дела. Так вот, я себе подумал, перед тем, как счет большой показать, надо, чтобы клиент успокоился, спокойно себя чувствовал. Вы понимаете? Подумал он. На этом и сто думает только один человек, я. Ну да. Добрый вечер. Да, да, да. Может, кальян вам? Счет, пожалуйста. Вкуснейший. Вкуснейший. Ну я, ну мне... Вкуснейший. Ну давай. Да, я пока пойду посчитаю все. Да, товарищ, сейчас Петрович все посчитает, а вы как бы кальян, да? Да. Наш клиент любимый самый, это танец для него. Вот, пожалуйста, вот счетик, все посчитано, все до копеечки. А вы немерено сейчас раскладывайте. Так, 40 тысяча, 2, 4, 8, 6. Сколько? Сколько, сколько? О-ка, погоди, это, это... Э, э, мужчина, мужчина, что, сердце? Да е-мое, откуда вы беретесь такие? Петрович, ты сюда. Куда он бежит? Не знаю. Значит, смотри, я ты понимаешь, все как в прошлый раз, только в этот раз мы еще попали на виски и кальян. В смысле попали? Так это ж ваша идея. Идея моя, а рассчитываться будешь, дай. Понял? В смысле? В смысле, в коромысли, скорую вызывай, полно бежит. Да-да, может, попустит, мужчина. Да ничего там страшного, это все в долларах, чего вы. Хорошим топливом надо не только машины заправлять, но и механиков. Хе-хе-хе. О-о-о-о-о. Хе-хе-хе. Хе-хе. Да ладно, мужик, хорош, не прикалывайся. А, ты чё, с Молдавией, что ли? Чё-то не пойму тебя. Леонидыч! Да? Что тут у нас? Смотри, кого к нам занесло. Ух ты, так приятно. С дурдома, наверное, сбежал. С какого дурдома? Ты чё, с ума сошёл? Не узнаёшь нашего постоянного клиента? Он же, ну, оттуда. С Марса? С какого нахрен Марса? С Мэри, Евгений Валерьевич, здравствуйте. Ну, всё верно, к кому же, как не к нам. Спасибо, что вы пользуетесь услугами нашего СТО. Спасибо. Это мы сейчас на каком языке разговаривали? С тобой всё нормально, а? На человеческом, придурок. Евгений Валерьевич, вы что хотели? О, ну, что? Что ты смотришь, как баран на новые ворота? Ясно, что Евгений Валерьевич сказал, масло проверить и коробку посмотреть. Да, давление в шинах, конечно, тоже проверим. Ну? Чё стоим? Давай за работу, за работу! Чё-то меня поплохело, Леонидович. Пойду я. Куда работа? Прям совсем плохо. Надо язву закодировать. Ага, закодировать? Ну, в смысле, подлечить. Ну, ладно. Ну, походу сработало. Походу сработало. Спасибо вам огромное. Ну, как и обещал, следующее за мой счёт. Ну, Дмитрий, конечно же. Ну, надеюсь, хоть в этот раз он закодируется. Просто задолбали, бухают и бухают. У меня выручка падает. Ну, ужас какой-то. Ну, всего хорошего. Надеюсь, я помог. Да, помогли. Всего доброго. До свидания. Добрый денёчек. Здравствуйте. На что жалуетесь? Да, в принципе, жалоб особо нет. Немного заедает омывательный бачок. Чё-то через раз срабатывает. Хорошо, посмотрим. Раздевайтесь по поясу. Ага. Ну, подождите, стоп. Почему я должен раздеваться? Я шучу. Я просто в детстве мечтал стать врачом. Открывайте капот. Ага. Профессиональный юмор, да? Ну, развлекаемся как можно. Понятно. Очень, да. Весело, весело. Да. Да. Не жалуемся тут. Так. Хорошо. Где-то у меня был скальпель. Так. Скальпель? Скальпель. А, юмор, да. Да, опять чуть-чуть. Скальпель. Скальпель. Я слышал. Он говорит, скальпель и такой ключ берет. Так. Раз. В общем. Прокладочку может поменять. У нас и это есть. Янка, давай. А вот я. Все. Сделал. Там трубочка засорилась. Я ее почистил. Ага. Теперь все будет работать как часы. Отлично. Спасибо. Сколько с меня? 200. 200. Вот, пожалуйста. Да. И как время будет побольше, приезжайте, мы вам крыло нормально отрихтуем. А то сделано на скорую руку, честно говоря. Опять профессиональный юмор, да? Класс. Не, не, я серьезно. Крыло бы по-нормальному сделать, а то... В смысле? Так у меня все в порядке. У меня ни одной аварии, я езжу аккуратно. Ну, не знаю. Аккуратно, неаккуратно. Я просто говорю, что вижу. У вас крыло рихтованное и фара неоригинальная. Видите? Желтенькая, вон. Блин. Что я не замечал? Только как если я... Яна. Яна! А можно тебя на секундочку? Здрасте. Здрасте. Яночка, кися моя сладкая. А вот этот вот мастер, между прочим, профессионал, утверждает, что у моей машины это крыло битое, крашеное, еще и фара помененная. Ты ничего не знаешь по этому поводу? А? Яна! А! Я забыла тебе сказать. Я вчера хотела пойти в магазинчик, пошопиться, а на улице начал капать дождик, и такой сильный-сильный дождь был, я решила проехаться на твоей машинке. То есть ты все-таки брала мою машину, да? Вот. Ну тут всего лишь крыло и фара. Всего лишь крыло и фара. Класс! Не думаю. Там еще крыша тоже. Видимо машина переворачивалась. Что? Ты чего перевернула мою машину? Там просто такой неудобный выезд был из паркинга. Блин, ты что натворила? Вот обратите внимание, геометрия кузова нарушена. Это четко видно по зеркалам. Наверняка еще лонжерон повело. И надо стойки рихтовать. Я не знаю, что он сказал, но это неправда. Лена, ты что натворила? И судя по количеству герметика, она еще так неплохо тонула. Тонула? Ну я же должна была ее как-то потушить. Потом? Ты чего? Моя машина, она что горела? Чуть-чуть. Но я успела сфоткать. Там только свет был красивый. Лена, я тебя. Только не убивай меня, пожалуйста. Я сделаю хуже. Я пойду на охоту в твоей новой белой соболиной шубе. Нет. Да. Нет. Я буду ползать по болотам, вынюхивать свою добычу. Нет. А когда я найду ее и убью ножом, я буду разделывать ее прямо на твоей шубе. А потом позову у всех здешних собак, чтобы они пообедали прямо так, на шубе. С твоей белой соболиной. Блин, с какой же стороны к тебе подступить, Соколомага ты старая. Так, ты это что, до сих пор с этой шкалубкой возишься, что ли? Да я не могу понять, что тут поломалось в этом ведре задрыпанном. Так, ладно, с этой машиной потом другие разберутся. А ты давай, собираем вещи и нам нужно освободить СТОшку на два часа. Давай. А чего? Опять пожарники с проверкой? Нет, пожарники нас уже и так затравят. Ну, не важно, проверок, короче, много было. А тут киношники к нам приезжают, хотят нашу СТО арендовать на два часа. А, предвыборные ролики, а? Нет, нет, там кино про кого-то, то ли грязный механик, то ли вонючий СТОшник, я не помню. Ну, короче, деньги хорошие платят, так что давай уходим на два часа погулять. Два часа это минимум четыре бутылки пива. Хрен с тобой, будете четыре бутылки пива. Отлично. А Ромчик где? Ромчик? Ромчик, не знаю, я его со вчерашнего вечера не видел. Ну, скажем то, что говорим всегда, хрен с ним, правильно? Правильно. Пошли, давай, давай, давай. Ох, Леонидыч. Давай, 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 давай. А, Петрович! Леонидыч! Петрович! Леонидыч! Чё-то я перекемарил. Чё, никого нет, что ли? Ладно, пойду ещё посплю туда. Да где этот хренов актёр, а? Ну, точнее, актёр хренов. Опаздывать на съёмки к такой шикарной актрисе. Может, я сам? Хотя нет, меня руки выдадут. Ну, какой это автомеханик? Так, может, я сама? Анжела, какой я сама? Фильм называется «Грязный механик». Нам нужен механик! Я механик, чё орёте? Господи, чё вы там чё пугаете, а? Вы где ходите? Нигде не ходю, я там лежал, ну, прикорнул. Я прикорнул. А где Петрович? Какой ещё Петрович? Ну, мой напарник. Так, подождите. Вы говорили, что будет парная сцена. За третьего нужно будет платить. Так, подождите. Нам нужен только вы. Никаких Петровичей нет. Зря вы так. У него жопы-то больше. Ну, в смысле, он упит мне в этих вопросах. Правда, пьющий. Пьющий? Да вы посмотрите, какая у нас красивая актриса. Зачем нам пьющий? Так, всё, давайте, без промедления, давайте приступаем к делу. Давайте. Ну, давай. Загляни мне. Хорошо. Под капот. Хорошо, прекрасно. Ладно. Под капот, так под капот. Отлично. Подходите, пожалуйста, осторожно. Вот так. Ой-ой-ой, как тут грязно у вас под капотом-то. А что он делает? Я не знаю, может быть, он в роль вживается. Молодой человек, простите, как вас зовут? А? Ромчик? Роман, может, уже как-то приступим к делу? Ну, как я приступлю к делу? Надо же посмотреть сначала. А вдруг там где-то течёт, или сифонит, или шланг погнулся. Совершенно верно. Шланг погнут и нам не нужен. Нам нужен твёрдый, как труба. Угу. Не, ну подождите, вы же говорили, вы так стоять, это моя роль. Анджела, ну, может быть, он сценарий неправильно прочитал. Роман, а вы не хотите, чтобы дама к вам присоединилась, а? Ну? Это красотка? Да. Пусть присоединяется. Будет держать мой фонарик. Ой, это я могу. О, держи. Нажимаешь вот так и вот держишь. Подходи, вот тут виднее будет тогда. Вот сюда вот, направь его, ага. О! А, понятно! Топливный фильтр. Ой, ну я думаю, это карбюратор. Может, сначала коробку передач перебрать, а? Может, сначала свитчи перебрать, а? Так, стоп! Мне все надоело. Анджела, ты опытная актриса. Возьми все в свои руки. Ладно. Иди ко мне, мой грязный механик. Малая, ну свечи так свечи, ты что завелась-то? Прекрасно, очень хорошо. Не останавливаемся, не останавливаемся активнее. Прекрасно, замечательно, ребята! Вот. Не понял. Ромочка, что с тобой? У меня только что был страстный, кровожадный, развратный секс. Да я вам говорил, Леонидыч, я тоже с этой машиной так-то тракался. Ух! 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 Ха-ха-ха! О! Приехали. Ну? И чего сидим? Ну, как говорится, если клиент не идет к мастеру, то... Ремонт в два раза дороже. Ну-ну. Так. О, у нас тут клиент готов. Перегаричье такое, хоть бери и закусывай. Да, плотненький такой перегарчик. Прямо вилкой можно тыкать. Ну, по запаху тот коньячок, грамм триста. Нет, пятьсот. И два пивка. Не буду отрисать. Так, мужчина, просыпаемся. Все, не знаю, куда вы ехали, но тут вам не нальют. Бесплатно. Да. Эй, просыпаемся. Алло. Есть проверенный способ. Давай. А ну давай, вставай, скотина, убирай за собой. Странно, со мной всегда такое срабатывает. Да не, он, наверное, не женат. А. Ну, сейчас, вот, на это все реагируют. Мужчина, вставайте. Там вашу машину угнали. Ты, ты, ты что, с ума сошел? Сейчас человека до инфаркта доведем. Да. Давай так. Мужчина, вы только что в лотерею выиграли миллион долларов. Сейчас я его добью. Просыпайтесь, вы новый президент Украины. Ты, ты что, ты хочешь к кем фарту еще инсульт добавить? Нет, так дело не пойдет. Ладно, переходим, так сказать, к физическому насилию. Вытаскиваем. Сейчас. Мужик, мужик, просыпайся. Мужик, просыпайся. Ну, слава. Смотри, пунктычат еще нам каким-то удостоверением. И кто же? Налоговый инспектор. Ух ты. Ты смотри. Да еще и нашего района. И что будем делать с этим налоговым инспектором нашего района? Ну что, то же самое, что и они с нами. А шо, только им нас раздевать, что ли? Не понял. А где тачка? Ах, хрен с ней. Новую куплю. А ну, мужики, донесите меня до автосалона. 10% от новой тачки ваши. 20. Идет. Не вопрос. Погнали. Погнали. А вот это вообще потрясающий крем для рук. Он снимает усталость, шершавость, воспаление, покраснение и три слоя кожи. Так что покупка эта очень выгодная, но выгодная только у нас в косметологической организации свидетелей красоты. Господи. Ну почему вы все свидетели такие назойливые? Яна, дорогая, ну мне-то зачем ты свои крема эти впариваешь? Ну. Все. Готово. Фу, закончил. Сколько с меня? Пять тысяч. Сколько? Слушайте, да вы что, совсем оборзели? Ну, откуда такая цена-то? Ну, как откуда? А что вы хотели? Масло поменял, фильтр масляный, воздушные фильтра, амортизаторы проверил, закрепил, клапана отрегулировал. Ну, вот вам и пять тысяч. Ах ты! Что? Сейчас. Заплачу. Сейчас, ага. Совсем. Обнаглели. Солнышко, ты видишь вот того дяденьку, а? А ты знаешь, мне кажется, ему очень нужны твои крема. Ну, посмотри, как у него пересохли руки. А может, и не только крема, может, он тебя все сейчас купит. Иди и расскажи ему о своей организации. Давай, 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 солнышко, давай. Сейчас, сейчас я вам заплачу. Ага. Только сначала послушайте проповедь моей талантливейшей супруги. Слушаю вас. Здрасте. Итак, я вижу, вы наш клиент. У нас только натуральная и самая лучшая косметика для всего тела. Итак, начнем. Хочу вам предложить вот такой вот отличный кремчик для рук и интимных зон. Вообще-то у меня на руках нет интимных зон. Я вас умоляю, бывают разные случаи. Итак, смотрите, я наношу вам на ручку. Боже, какая некрасивая ручка. Давайте, втирайте, втирайте. Дальше. Этот прекрасный крем именно для вас, потому что вы уже мужчина за 50. Это как раз хороший такой кремчик. Видите, буль-буль-буль. Ну, так сказать, для интимных мест. Давайте проверим. Специально есть еще такая прекрасная коллекция. Называется «Пушистые усишки». Смотрите, вы наносите это на усишки в любых местах. Вот я предполагаю, что у вас еще здесь есть на груди усишки, да, властишки, властишки. Мы так их называем. Яночка, а покажи еще мужчине свой золотой крем для ушей. Для мочек точно. А сейчас поищу. Мужик, я был неправ. Извини, не надо денег. Мужик, бесплатно я тебе масло поменял и клапана. Ну как бесплатно? Это же масло, это же клапана, это работа. Да, да, ну сколько там той работы? Я и не устал совсем. А масло это вот лично от меня, а клапана от всей нашей конторы. Только забери ее отсюда, пожалуйста. Я больше не могу. Дорогая, по-моему, нам пора уже ехать. А то ты опоздаешь на свою презентацию. Ой, простите, я что, долго искала крем, что ли? Ой, как... Зла. А давай мы возьмем свободную презентацию. Блин, он таким будет классным представителем. К... кого представителем? Дьявола на земле. Ахаха! Да, ну что ты хочешь своим? Обалдеть. Мужик, боже, я за год с твоего тела сделаю конфетку, вишенку, шоколадную. Не надо, не надо, мне сладкого нельзя. Вот, вот, все, что ты за сегодня заработал, я вот возьму для вот этой... Для мочек, для мочек. Да, для интимных мочек. Спасибо большое, я пойду наносить. Яночка, да я тебя с твоими кремами на все свои сервисы брать буду. Здравствуйте. Здрасте. У меня проблема, вот, еле оперла. Ну, че, поможем, посмотрим, починим. Долго тебя еще там ждать, ну! Блин, греть, да я... А вот моя проблема. Здрасте. Здрасте. Так, а че смотреть? Вот это смотреть? Ну вот, да. Так, ну, как бы, тут невооруженным взглядом видно, в принципе, что развал схождения. Ну да. Надо корректировать. Рычаги торчат во все стороны, я смотрю. Ну, сайлентблоки поскрипывают. Да. ЦО можно и не мерят, выхлоп такой, что в районе двух метров все подохнет. О-о-о-о. Да, и это еще, у него моторчик барахлит. Блин. Ну, и перепарковаться нормально не может уже. Я обображу. Подождите, а год какой, выпуска? 82-й. О! Ну, в принципе, вроде и не старый. Запущенные разве что, запущенные. Что-то еще? Самое главное. В последнее время тормозит сильно. Что? Тормозной путь, говорю, увеличился. И это, клапан подпускает. Постоянно? В основном по ночам. Ну, такое... Ну, что я вам скажу. Что? Тут диагностика не поможет. Да? Да. А что? Запущен слишком. Важно. Слишком много некачественного топлива употреблял. Тут надо делать либо капремонт, либо проще на свалку выбросить и нового приобрести. А есть еще варианты? Ну, есть один, но он тебе не понравится. Какой? Готовный любой вариант. Кодирование. Вот. Или на свалку. Нет. Ага. Ладно, уговорили. Все, все, иди в машину. Сейчас поедем. Пашка. Ммм. Спасибо тебе огромное. Да, в чем разговор, Викуля? Да я уже мучаюсь, мучаюсь. Бухай ты, бухай. Да понятно. Кого-то еще из нашего класса видела? Да не что. А что наш класс? Ну, одни бухают, другие по бабам. Ну, да, как обычно. Ничего не изменилось. Ну, да. Так а что я, что-то должна? Да нет, о чем ты говоришь? Мы же однокашники. Спасибо, Паш. Давай, счастливо. Давай. А жопота у тебя, как и тогда, в девятом классе. Паш! Два ореха. Сейчас я тебя натрублю, как новенькая. Точно. Скажу, что ты новая, и больше заработаю на тебе. Блин, заработал. Здрасте. Здрасте. Скажите, мне нужен самый нерукожопый мастер этого СТО. Ну, сейчас из работников только я, поэтому будем считать, что я самый нерукожопый. Уверен? Это на запчасти. С чем приехали? Не с чем, а с кем. Яночка, ласточка, выйди из машины, пожалуйста. Блин! Какой крутой лофт. Такие фотки крутые получатся. А, так это не к нам. Это вам к доктору надо. К доктору уже обращались. Никто ничем помочь не может. Поэтому вся надежда только на вас. Понимаете, она недавно права получила. Ха, представляю, как она их получала. Рот закрой. Она жена моя, между прочим. Просто заплатили. А, так проще, да. Так вот. Она везде делает фоточки. Это я заметил. Круть! Класс! Сделаю здесь фотку и подпишу Яна и Яма. Где же там не глубоко? Нет. Так вот на спидометр она не смотрит. Зеркала боковые она не смотрит. Она на дорогу смотрит только одним глазом. Посмотри. Яночка. А? Представляете? Помогите мне. Как? Ну чем-то? Ладно. Что-то придумаем. Ну, замечательно. Заранее спасибо. Да, пока не за что. Яночка, пойдем на улицу, дорогая. Я там видел дерево. Очень красиво. Подпишешь фотографию. Дерево и дерево. Как у нее только рука не устает. Замечательно. Что сделали? Все сделали. Принимайте работу. Яна, присаживайтесь. За руль, Яночка. Так. Ну-ка. Обратите внимание, что она не будет смотреть сейчас на свой телефон. Как вам это удалось? Я примотал мобильные телефоны к зеркалу заднего вида, к боковым зеркалам, а также на спидометр, на коробку передач, на педаль. Теперь она туда будет смотреть постоянно. Супер! Сколько я вам должен? Пять тысяч. Легко. Долларов. Че так дорого? Ну как? Последние айфоны, оригиналы. Ну, на китайское фуфло она вряд ли и повелась бы. Правильно. Ну, надеюсь, поможет. Я тоже надеюсь. Яночка, заводи машину. Поехали. Алло, Викуська, привет. Я... Ты че дела? Нахрена ты симки не вынул из телефонов? Я привык работу свою выполнять качественно. Я ж не какой-то там рукожопый. Доброго дня. Работайте. Шо, не видно? Конечно, работаю. Ага. Шо хотели? А скажите, будь ласка, чем можете вы определить по отпечатку протектора? З якои цей машины колесо? Слушайте, я вам не Шерлок Холмс, и тут детективное агентство. Мы машины тут ремонтируем. Хорошо. А если я тоби черкану схему, где наши в кустах по всему городу прячутся? О, да это другое дело. Ага. Так, давайте. Шо определять надо? Сейчас, секундочку. Иваныч! Сейчас. Ух ты, ё-моё, это кто у вас так? Это ж и нам хотелось бы знать. Козёл, я на дорогу с жезла не бежал, он даже не зупинився. Так, ну, резина летняя, сто процентов. Так. Производство Италия. Ага. Диаметр двадцатый. Ага. На хороших дисках, кстати. Так. Индекс скорости примерно двести сорок. Ну что вы, ничего себе, вы такие профессионал конкретный. Так, ну, с такой резиной у нас в городе машина только одна. Да? Ага. И чия? И кто цей скотина такой, а? Это машина прокурора области. Прокурора точно? Да точно. Он всё время у нас приезжает ходовую делать. Фух. Ну тогда, тогда мне дуже-дуже повезло. Чем это вам повезло? Он же вас сбил. Ага. То хорошо, что сбил. Якщо б він його зупинив, то протектор был бы на другом місце. Звідки бы торчал жезл. Поздравляю. Спасибо. Як то кажуть, отделался лёгким испугом. Ну да. И мокрими штанами. Пошли, пошли. Счастливо. А место на карте обозначить. Алло. А место на карте обозначить. 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 Продолжение следует...